Детская библиотека имени Пушкина известна многим горожанам своими неординарными, яркими и интересными мероприятиями, многочисленными активностями для юных читателей. Мероприятия библиотеки не оставляют ребят равнодушными, но на этот раз Пушкинка впервые подготовила необычный подарок для взрослой аудитории – моноспектакль «Наш Островский», посвященный 200-летию драматурга. Автором идеи выступила Александра Доронина, актриса Саровского драматического театра. С 29 августа началась работа. Работа ежедневная, по несколько часов в день. Работа сначала над идеей, то есть идея принадлежит Александре Вадимовне. Идея в спектакле, который состоит из 14 явлений. Цифра 14 визита не случайно, потому что сам Островский считал эту дату какой-то фатальной в своей судьбе. Режиссером постановки стал Игорь Головин. Формат моноспектакля был необычным. В рассказ о писателе вкраплялись видеофрагменты из спектаклей по пьесам Островского. Зрители могли познакомиться с постановками Малого театра – Театра Маяковского, МХАТа. Также повествование сопровождалось историческими фотографиями. А каждый предмет на сцене помог воссоздать узнаваемый интерьерный стиль купеческого дома. Александр Николаевич всю жизнь любил хорошо одеваться и подолгу крутился перед зеркалом. В постановке было место и интерактивностям. Зрители познакомились с причудливыми именами персонажей Островского. В роли рассказчика выступала библиотекарь Пушкинки Ксения Якунчикова, для которой актерский опыт стал новым и необычным. Мне это далось легко, интересно, эмоционально. И это огромный жизненный опыт. Опыт такой актерский, профессиональный. Я хоть работаю в библиотеке, но я по профессии культуролог, мне это все очень близко. Поэтому я, ну если не сказать, что в своей тарелке, то мне это очень близко и понятно. Спектакль прошел в рамках традиционного теплого вечера в Пушкинке. Для маленьких гостей также подготовили насыщенную детскую программу с творческими площадками и мастер-классами. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.